привет всем зрителям канала лего crazy motion сегодня для обзора я подготовил наборчик который пришел мне с сайта брикмании про этот сайт я думаю что все продвинутые фанаты лего знают точнее не все а те кто увлекается военной тематикой потому что сайт брикмании предоставляет вашему вниманию только военную технику несколько любителей лего открыли свой такой частный бизнес они только из деталей лего собирают военную технику которая очень близко похоже на оригиналы вот перед вами набор battle pack такой я купил в который входит военный трак грузовик с прицепом и гаубица вот это все сделано под вьетнамскую войну то есть именно такой вот грузовик именно такая гаубица были в конце 60-х начале 70-х годов в американской армии использовалась во вьетнам использовались во вьетнамской войне значит я вот под свои вьетнамские мультики как вы уже догадались мультфильм про вьетнамскую войну не ограничиться одной серией будет несколько серий может быть даже независимых друг от друга просто мне эта тема очень нравится я люблю фильм про вьетнамскую войну и планирую также как по великую отечественную сделать несколько фильмов вот первая серия почти готова я честно говоря не знаю когда вы увидите этот обзор может быть я успею его сделать до того как выложу мультфильм а А может быть наоборот, вы посмотрите мультфильм, а потом вы увидите обзор на эту посылку. Возвращаясь к посылке. На сайте BrickMoney, где собрались эти великолепные специалисты, собираются потрясающие модели из LEGO. Дизайнером выступает, как правило, некий Даниэл Сискин. Давайте посмотрим на коробочке. Мы видим, что мы получаем в этой коробочке М35 и М102 гаубицу. То есть грузовик, прицеп, гаубица. И в комплекте идут два солдата в касках и оружие с оружием BrickArms. Так, значит, здесь идет упоминание в очередной раз, что все сделано только из оригинальных деталей LEGO. Никакого китайского BrickMoney не используются, только детали LEGO. И написано, что дизайнером выступает тот самый Даниэл Сискин. Относится этот набор к американской армии, US Army. Это у нас Battle Pack Edition. То есть, некий дополнение, расширенный, можно сказать, расширенный боевой пак, который включает в себя М332. Так, что такое М332? Я не посмотрел. Так, видимо, М35 это грузовик, М102 это гаубица. Тогда М332 подозреваю, что это АМО-трейлер, значит, это прицеп. И две мини-фигурки. Также мы видим на лицевой стороне значок BrickMoney, знакомый многим. И указание, что здесь в комплекте... А, для начала, здесь вот звездочками указано, насколько сложно собирать этот набор. Вот по сложности это 3 из 5. Написано, что это средний уровень сложности. Содержит 472 детали LEGO. Немножко вот BrickArms. И какие-то еще некие элементы ММСБ. Даже не знаю, что это надо будет. Может, погуглить потом. Также написано, что внутри есть некая распечатанная инструкция на бумажном носителе. Так, в боках особо ничего. Нет, здесь указано вот ручкой, что это номер 144. Все наборы на сайте BrickMoney, они ограниченного издания. И в какой-то момент они пишут, что набор полностью распродан и больше не производится. То есть, они достаточно интересно придумали. То есть, вот этот вот вьетнамский Battle Pack тоже когда-нибудь будет распродан и все. Больше он никогда в продаже не появится нигде. Может быть, когда-нибудь он подорожает, и я его потом продам в 3 раза дороже, раз богатею. Так, что у нас сбоку? Сбоку у нас картинка, которая повторяет то, что в наборе М-35 грузовик, М-102 гаубица. Это команда поддержки, огневой поддержки в период Вьетнамской войны. Также есть указание, что товарищ покупатель, если откроешь и увидишь, что здесь проблемы с поломанными деталями, или нехватка деталей, сразу нам пиши, сообщай, и мы, видимо, уладим все проблемы. С другой стороны написано, что мелкие детали осторожно можно подавиться, но я употреблять в пищу их не собираюсь, давиться тоже не собираюсь. Я собираюсь собрать этот наборчик. Давайте его откроем и посмотрим, как выглядит. Это, кстати, я впервые покупаю что-то от BrickMoney, поэтому я понятия не имею, как это все выглядит внутри. Давайте посмотрим. Сейчас, ой, так же, как и вы, я впервые узнаю, что такое BrickMoney. Ребята известны, поэтому думаю, что свое имя они уже сделали и следят за качеством, поэтому верю, что все будет хорошо. Так, подержант открывается. Ага, надо разрезать еще по лицевой. Аккуратненько разрезаем. Можем его жесток разорвать. Ну что, смотрим. Вот так вот выглядит посылка от BrickMoney внутри. Инструкция распечатана на цветном принтере. О, сертификат. Сертификат о том, что серийный номер этого набора 144. Собран 19 декабря в коробку, упакован 19 декабря 2013 года. Здесь подпись лично этого Даниэла Сискинда, дизайнера. Батч номер 3, это я не знаю, что это означает. Номер модели 1006B. Отлично, у нас есть сертификат. Не знаю, что с ним делать. Есть и есть, ладно. Так, вот, собственно, сама инструкция распечатана на цветном принтере. Видим, как собирать грузовик. Должен быть совершенно интересным. И инструкция гаубицы. Да, все есть. Что внутри еще нас ждет? Коробка пустая. Так, ну и нас ждет, естественно, нераспасованная, да я другого не ожидал, просто пакет с огромной кучей запчастей, которые мы высыпаем и начинаем собирать. Утомлять сборкой не буду, уже покажу готовый грузовик. Все, так что я отключаюсь и буду все это собирать. Так, ну что, вот я набор собрал. На самом деле прошло времени достаточно много. После первой записи я уже успел выложить на YouTube первую часть фильма про Вьетнамскую войну. И теперь готов показать вам подробно этот набор от Brickmania. В мультике он мелькнул буквально совсем на несколько секунд. Машина один раз проехала, пушка один раз выстрелила, а прицеп, я думаю, многие даже не увидели, хотя он там стоял где-то на заднем фоне. Итак, набор. Что я могу сказать? Набор очень хороший. Мне он очень нравится. Но есть и свои минусы. Давайте обо всем по порядку. Первое. Давайте начнем с прицепа. Вот такой вот прицепчик шел в наборе. Внешне очень простой. На самом деле достаточно добротный. Сделан очень хорошо, собран очень крепкий, качественный. И главное визуально. Визуально у него эффект миниатюрной реальной модели этого самого прицепа. Чем хороши модели от Brickmania? Тем, что они из лего делают аутентичные модельки, которые очень похожи на реальный прототип. Итак, прицеп. Что можно сказать о его функционале? Кроме внешности. Внешне он симпатичный, похожий на настоящий. Больше от него ничего не требуется. О функционале. Значит, у него открывается бортик. Там внутри некое пространство, до которого особо не долезешь. Но можно снять верхнюю пластину при желании. И получается открытый прицеп. Открытый прицеп. Штырьки не очень красиво выглядят. В принципе, можно тайликами закрыть. И получится красивый открытый прицеп. Если же поставить пластину на место, которая была здесь по инструкции. Во-первых, она играет роль некого укрепляющего элемента. Потому что она все борта скрепляет. Ну и кроме того, создается эффект, что это прицеп, наполненный ящиками с боеприпасами, либо с амуницией, провизией. Какими-то полезными для солдат вещами. Итак, прицеп. Простенький, но очень хороший. Так, дальше пушка. Вот наша гаубица. Именно эта гаубица и стреляла из базы огневой поддержки по вьетнамцам. Так, что можно сказать о пушке? Ну, так как это продукт Брикмании, то опять-таки можно сказать, что она очень похожа на реальную пушку того времени. На реальную гаубицу. Я думаю, что эту характеристику можно больше не говорить. Любой продукт Брикмании похож на реальный прототип. Пушка. Значит, у нее поднимается сам ствол для стрельбы на вот таких, как он называется-то, господи, не скажу. В общем, вот на этой штуке пушка поднимается и опускается. Может стрелять практически вертикально. Вертикально не надо. Летить снаряд не только надо. Значит, здесь два колеса, которые позволяют пушку вращать. То есть она устанавливается на вот такую вот базу, крепится к пластине. И все, пушка становится стационарной. При выстреле нет отката, она стоит на месте. И для того, чтобы ее повернуть влево-вправо при корректировке стрельбы, используются вот эти вот колесики. Солдаты налевее, повернули чуть-чуть, выстрелили, повернули в другую сторону, выстрелили. Сама пушка держится на базе, никуда не отлетает. Если пушку, нужно перевести в другое место. Для этого есть колеса. Колеса держатся вот на таком механизме. То есть колесо опускается одно, опускается другое. И они уже получаются ниже, чем база. И пушка становится легко транспортабельной. Так же, как и у прицепа, у нее есть место для крепления, чтобы посадить ее на крючок и потащить за собой. Пушка, мне нравится ее детализация, место для снаряда, некий элемент, чтобы прицеливаться, управление. В общем, визуально создается впечатление, что это маленькая пушка. Что, собственно, и есть правда. Вот. Так. Пушка, прицеп. И переходим к главной части. Нет, еще не главной. У нас были два заряжающих. В комплекте шли два солдата. Вот здесь начинаются первые минусы. Вот у нас солдат номер раз и солдат номер два. Что про них можно сказать? Ну, в первую очередь, про них можно сказать то, что у них нет одежды. В реальной жизни, действительно, из галбицы, когда стреляли, солдаты были по пояс раздеты. Жарко, в Вьетнам, пушка стреляет. В общем, как-то одеваться, наверное, не сильно и хочется. Все отлично понимаю. Но солдаты на картинке при покупке набора шли одетые. То есть у них были некие самодельные жилетики. Эти жилетики ко мне так и не пришли. Ну, не сильно я расстроился по этому поводу. Но все же. Значит, в комплекте шел вот такой вот негр с усиками. Усики видно? Вроде видно. Вот такой вот веселый негр. Коричневый. Каска М1. С нужной расцветкой. Митчелл Пэттерн. Каска мне тоже нравится. Так. Его коллега. Похоже больной ветрянкой. Здесь в красных точках. Просто белый, хмурый парень. Каски М1 тоже без одежды. Значит, к ним прилагались два автомата М16 от Brick Arms. Но автоматов у меня много, поэтому я их уже показывал. Собственно, это не буду показывать. В комплекте еще шел вот такой вот снаряд. Для пушки. Для заряжающих. Так, вот так. Покажу. Надеюсь, видно будет. О! Да, видно. Очень реалистичный. Я в своих фильмах про Сталинград использовал вот такую вот самоделку. Это у меня было всегда как снаряд. То есть, пехотинец, заряжающий. Опс, опс, опс. Куда вернись? В общем, я давал им вот так вот снаряд в руки. Снаряд тяжелый. В одной руке не должен держать. Вот так развернем. Вот. Так он шел. Так заряжали пушку. Со снарядом. Этот снаряд очень красивый. Реалистичный. Но в руку вставить не получится. Он никак не помещается. Никак не крепится. И получается, что у него чисто декоративная функция просто стоять рядом с пушкой. Да, красиво, не спорю. Только ничего с ним не сделаешь. В мультике есть только пластилина крепить. Ну и плюс он один. Больше в комплекте не шло. И как-то, ну не знаю, ни к силу, ни к городу. В общем, пока я думаю, что в мультиках я буду по-прежнему использовать вот такие снаряды. Они выглядят солиднее. Если бахнет, так бахнет. Заряжающие мы разобрали. Значит, первый минус я назвал. Солдатики пришли не одеты. Ну, казалось бы, да и ладно. Поставим все красиво. И перейдем к основному грузовику. Вот она, рыба моей мечты. Грузовик. Совершенно шикарная модель. Мне очень нравится. Очень реалистичная. В общем, что можно про нее сказать? Очень хорошая детализация. Больше особо и нечего сказать. Кстати, вот этот круг. Он воспроизведен, как он есть у реальных машин. Воспроизведен в этой модели. Для чего он нужен? Я до сих пор понять не могу. Зачем закрывать решетку радиатора вот этими кругами? Ну, потом, может быть, как-нибудь узнаю. Если узнаю. Итак, что здесь у нас? У нас есть открывающиеся двери. Очень хорошо сделанные двери. Которые идеально подходят. Закрываются. Входят в пазы. Такие дворники. Похожие настоящие. Здесь вот таким образом сделан бензобак выступающий. С другой стороны крепятся шины на запасное колесо. Модель тоже очень добротная, крепкая. Вот только, наверное, вот эта деталь. Хотя нет. Да, видите, более-менее крепко держится. Крыша снимается. Во Вьетнаме очень часто такие грузовики ездили без крыши. Все-таки жарко. Иногда здесь стоял пулеметчик. Здесь был специальный гнездо и пулемет стоял. В данной модели это не предусмотрено. Можно окно убрать. Так тоже машины ездили. Окно легко снимается, легко ставится. Крышу пока поставим назад. Визуально с крыши покрасивее модель смотрится. Борт открывается. Здесь солдаты могут залезать, слезать. Приспособление, чтобы перевозить за собой пушку. И переходим к самому-самому грустному моменту. Самые внимательные из вас заметили, что правильно, не хватает одного колеса. И вот тут мы приплыли к тому, что в моем наборе не было колеса. Точнее, оно было только частично. Пришла шина, но не было пластикового крепления внутри. Ну и шину благополучно я через некоторое время просто потерял. Где-то она в моем лего валяется. Я уже даже не знаю где. Из-за того, что не смог прикрепить сразу. Теперь уже и концы в воду. Вот. И это оказалось достаточно грустно. Ну, машину я снимал с этого ракурса. Когда она у меня в мультике ехала, она у меня вот так вот заезжала на базу. Поэтому отсутствие колеса никто особо и не заметил. Ну, я так подумал, что по идее, наверное, это и не страшно. С какой бы стороны я ни снимался, оно второй стороны не будет видно. Поэтому, может быть, колесо переставлять. Но набор не очень дешевый. Поэтому, ну, грустненько. Да, хотелось бы колесо получить назад. Но и это еще не все. Кроме того, что не хватает одежды у солдатиков. Не хватает колеса. Не хватает еще, как вы заметили, и тента сверху. По идее, машина должна быть закрыта тентом таким бежевым. По крайней мере, на картинке был тент. Тента тоже нет. Она пришла в таком виде. Ну, и на это можно было обмахнуть рукой. Но как-то по совокупности всех факторов, я написал все-таки письмо в Брикманию. И указал, что, ребят, ну, в общем, как ни печально. Но, похоже, несмотря на все ваши заявления о качестве и долгий опыт работы и так далее, все-таки есть у вас косяки. Вот это, это и это. Буквально через пару часов мне пришло письмо, которым ребята очень извинялись. И просили указать еще раз адрес доставки. Все, в течение суток вышли, укажи, какие детали отсутствовали. А, кстати, да, в момент сборки, вспомнил, в момент сборки, еще не было двух маленьких простых деталей. Не было на два штырька и не было, по-моему, на один штырек. Но деталей у меня много, поэтому я заменил, забыл даже сразу про это. Вот, так что, несмотря на, вроде бы, качество, все равно было неприятно узнать, что чего-то отсутствует. То есть какая-то вот недосказанность есть. В письме мне обещали все возместить, все прислать. Причем я уверен, что они реально это сделают. Но вот пока у меня немножко хромой грузовичок. Но, несмотря на это, он очень хороший внешне, просто идеальный. И я подумываю, что с этой брикмани надо бы еще что-нибудь приобрести. Надо бы коллекцию таких военных вещей пополнить. Как я уже говорил, я буду снимать вторую часть. Да, собственно, и видно было по мультику, что если заканчивается она словами в конец первой части, то явно должна быть и вторая. Так что пушка, грузовик и прицеп еще у нас будут мелькать. Товарищ Негр и товарищ Белый у нас тоже будут мелькать. Ну, что еще сказать? Да ничего, наверное, больше сказать. Грузовик, прицеп, пушка, два солдата. Набор от Брикмании на тему Вьетнамской войны. Огневая база поддержки. Или база огневой поддержки. Все, наверное. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я тогда уже в комментариях на все отвечу. Может, я что-нибудь упустил. В ближайшее время от Брикмании мы получим еще что-нибудь. Ну, и заодно возместим детали, которые были упущены в этом наборе. И смотрите обзоры, подписывайтесь, делитесь с друзьями. До новых встреч, увидимся, пока.